В конце прошлой недели в Славутиче прошел 12-й турнир памяти Геннадия Родионовича Кима. Более 100 участников из четырех стран приняли участие в соревнованиях. Богатым выдался турнир и на почетных гостей. В открытии, как мы уже рассказывали, принял участие самый титулованный боксер Славутиче Станислав Скороход, который совсем недавно стал чемпионом Североамериканской боксерской ассоциации по версии ВБА. Мы пообщались с ним о последнем бое в Торонто, в котором он и завоевал свой титул. Была напряженка, да. Десять раундов планировалось боксировать. В девятом раунде я нанес очень много серий тяжелых ударов. И на десятый раунд решили не выходить. Тренер отказался. Ну, я все сделал как надо. Следующий бой когда, когда за тебя все еще раз болеть? Планируется в январе, в конце января. Это будет рейтинговый бой. В мае уже планируется еще за один титул по версии ВБО, тоже из Северной Америки. В общем, еще один шаг ближе к рейтингу мировому, к единицам, где-то в десятку или в пятнадцать. И там уже можно будет заработать нормальное деньги, в первую очередь. Давайте все славучане пожелаем, чтобы когда-нибудь вот в этом зале появился человек, который сказал, я чемпион мира. И был наравне с Усиком, Ломаченко и другими звездами украинского бокса. Тем более, украинский бокс достаточно известен в мире. Поэтому обещаем славучанам. Да, да, да. Все будет так, как мы сделаем. И стремимся к лучшему. Поддержим спорт. Всем мир. Спасибо. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо большое. В финальных боях турнира в Славутище в субботу встретились 4 боксера из Белоруссии, 3 из Молдовы, 2 из Германии. А остальными были украинские боксеры. 10 из Славутища, 10 из Киевской области, 6 из Чернигова и несколько боксеров из Нежуна, Киева и Николаева. Славутические боксеры выступили достаточно удачно. Из 10 финалистов свои бои проиграли только трое. У Олега Троценко был очень серьезный соперник из Киева, Адам Аль-Сили, и поэтому хватило только одного раунда. Програли свои поединки и Гудков Алексей, и Трухан Ростислав. Одним из самых юных финальных боев боксеров 2009 года рождения закончился с редким для бокса результатом. Бой с участием Кости Цибуля из Чернигова и Мошкина Ивана из Славутича был признан ничейным. В остальных боях Славутича победили. Наверное, самым упорным был поединок между Марком Домниным Славутич и Лагутой Олегом Киевская область, что позволило судьям назвать лучшим боксером турнира. Марк Домнин Славутич. Тяжелым боем он сумел переломить ход и с разногласием судьи одержал победу. Марк Домнин Славутич. Почетными гостями в день финальный боев стали Владимир Матвейчук, выступал за сборную Украину бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и Дмитрий Митрофанов, мастер спорта международного класса, выступал за сборную Украины, чемпион летней универсиады 2008 года, бронзовый призер чемпионата Европы. Я думаю, что боксерам было приятно, когда награды за победу вручали им именно эти известные украинские боксеры. А мы попросили их оценить уровень 12-го турнира. Есть потенциальные кандидаты в сборную, скажем так. Конечно, я вам скажу, что уровень бокса очень высокий, ребята показывают хорошую технику, хорошую мастерство, независимо от него возраста. Ну, я так понимаю, что вы же как профессионалы видите уже даже в самом юном возрасте какие-то задавки настоящего боксера, что парень потянется. Борядки-то есть, но тут еще играет роль много факторов. Ну, я понимаю, да. То, что заложено природой, уже как бы его перебить сложно. Если не заложено, тогда сложнее еще, развеется. Село духа, село духа важная, важная составляющая. А вы себя помните вот в таком возрасте? Конечно, помню. А я вам скажу, я себя не помню, так как я начал заниматься только уже довольно-таки. В серьезном возрасте? Да. В еще 17-мет не было без буквы. Ух ты. Да, я повел в свой шутбор по молодежи, а второе было уже по взрослым. Понятно. Ну, это переросток ты, да, действительно. Я вам расскажу секрет, когда мы поехали на чемпионат Европы. И первый день у нас был день отдыха, и мой друг набил вот такую сиську, это мы вместе с ним финировались. Да, 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 я помню. Хотя весовая радость. Хотя весовая радость. Я ему сказал, что я эту ситуацию не забуду, и везде ответку. И везде хоровые друзья это? Да, с 2011 года я жду. Духовной изюминкой турнира стал и финальный бой среди молодежи 2002-2003 годов рождения в весе 91+. Между Пасенко Дмитрием и Охремец Алексеем. Бойцы в такой серьезной весовой категории редко приезжают к нам на турнир, поэтому было интересно на это посмотреть. И, безусловно, стоит брать пример всем юным боксерам с немецких боксеров, которые активно всей командой приветствовали своих финалистов. А подвести итоги турнира мы попросили главного судью, который приезжает в Славутич уже 12-й год подряд. Мне очень нравится здесь работать. Но первое, что судьи практически не делали ошибок. Конечно, были какие-то ошибки, чуть-чуть неточности, но было возмущение некоторых тренеров. Но, к сожалению, тренер видит только своего победителя. А в ринге два победителя, и мы, как профессионалы, мы решаем, в равном бою решаем, кто же победил. И мы действительно определили всех победителей правильно. Самая главная наша задача была это здоровье детей. Здоровье детей было сохранено, они все разъехались целы, здоровые. Там была травма немножко ключицы в одного боксера. Ну, это бывает без соревнований. Что я хочу сказать? Турнир становится сильнее. Приезжают четыре страны было на этом турнире. Это наши гости из Германии, это Молдаване, это белорусы, ну, и, понятно, наши очень сильные спортсмены Украины. Потому что мы сегодня занимаем очень почетное место в мире, а мы уходим где-то в пятерку лучших боксеров мира. Украина именно по всем возрастам. То есть, что я хочу пожелать? Я хочу пожелать дальнейшего процветания турнира. И, конечно же, хочу сказать большое спасибо этому главному организации, этому заслуженному тренеру Украины, Игорю Глученко, а также, кто ему помогает, его команде. И в финале, безусловно, назовем словуческих боксеров, завоевавших золото в своих весовых категориях. Ими стали юниоры 2004-2005 года Райда Пилипп и Щукин Максим. Молодежь 2002-2003 годов рождения Домнин Марк. Юноша 2006-2007 годов рождения Щукин Денис. Кудрин Ефрем. Кудрин! 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 И Рыбченко Данилов. Лучшие раунды с участием наших боксеров смотрите в специальном репортаже в пятницу 22 ноября в 19.00. Повтор в субботу утром в 10.00. Рыбченко! «Тюкoland паула» героев «Тюкoland паула» Кудрин! Рыбченко по рраунду